добрый день дорогие друзья с вами как обычно игорь это про тюнинг на улице российская 313 сегодня мы поговорим с вами об очень интересной теме это дитейлинг вашего автомобиля хочется рассказать что это не просто наведение порядка чистка автомобиля снаружи и внутри но это также и продлевание срока службы многих элементов в вашем автомобиле поэтому давайте разберемся совсем поподробнее итак начнем мы с первого самого основного это работа с лакокрасным покрытием автомобиля что можно с ним сделать для чего это все нужно во первых это полировка многие знают эту процедуру зачем это все делается и хочется помню что полировать можно не только кузов автомобиля его красное покрытие например можно также отполировать передние фары фонари детали салона глянцевые диски можно тоже полировать если они у нас глянцевые чтобы придать всему этому блеск и убрать царапины мелкие и затертости потому что со временем от различных моек внешних воздействий это абсолютно неизбежное появление царапин на кузове из-за которых будущем у вас будет более мутный не такой яркий цвет какой он изначально был краски полировка признана для того чтобы убрать все вот эти вот недочеты помимо полировки что можно сделать с кузовом нанести различные покрытия то есть допустим это может быть первое воск керамическое покрытие и нанесение жидкого стекла по сути если не углубляться в подробности то эти все три состава действуют одинаково примерно то есть они нужны для того чтобы придать кузову больше блеска и придать ему гидрофобное покрытие что такое гидрофобное покрытие это свойство которое придает какому-либо материалу отталкивание воды от себя то есть допустим если мы польем на машину там на капот который у нас керамике водой она просто вся будет слетать никаких капелек не будет оставаться из-за этого краски машина будет меньше пачкаться на будущее и плюс ко всему у нас появится более насыщенный цвет более интересные срочно машина прям заиграет всеми красками благодаря несению этих составов разница то есть что выбрать воск керамику либо жидкое стекло является в том что они отличаются по сроку службы самая короткая это воск зависимости от состава он действует в среднем где-то около месяца полутора если это будет жидкое стекло она действует от трех до шести месяцев если это будет керамика то она может действовать вплоть до года и даже больше если вы будете правильно мыть ваш автомобиль перемещаемся в салон автомобиля потому что здесь тоже имеется большое количество работы мы сейчас поговорим про химчистку как это делается во первых для чего это нужно чтобы убрать всю грязь все загрязнения в труднодоступных местах которые не затрагивает стандартная мойка все-таки мойка салона влажная уборка и химчистка это абсолютно разный подход к выполнению данной работы при химчистке мы обычно демонтируем передние сиденья разбираем максимально все что можно разобрать чтобы добраться до всей грязи которая находится в салоне вычищается ковролин специальными аппаратами этот торнадор который у нас выбивает пыль из самого ковра потому что просто так и и собственно не достать тем самым пылесосом после того как мы занялись ковром с торнадором потом есть вдруг у нас есть сильные загрязнения можно убрать все это с специальной химии с различными щетками и так далее пройтись по ковру и уже достать всю эту грязь моющим пылесосом тоже специальный аппарат который у нас не просто всасывает воздух как стандартный пылесос он впрыскивать сначала воду и вместе с водой уже забирает всю грязь как раз таки из-за этого у нас образуется более лучшая чистка каких-либо поверхностей переходим далее чуть выше к сиденьям за ними тоже требуется большой уход очень основательный если особенно они из кожи специальным составом химии очищается кожа потому что она со временем впитывает себя весь жир с тела влагу там потные руки и так далее это все она себя впитывает и со временем становится более глянцевой думаю вы замечали особенно на руле это видно прям практически сразу как он из нового своего идеального состояния матовая кожа становится временем глянцевым это все можно убрать с помощью химчистки и тут тоже очень важно затронуть момент что после очистки кожи ней можно еще поработать путем скажем заботы они то есть нанести допустим различные составы по типу керамики чтобы на будущее она не так сильно впитывала себя всю грязь и либо нанести специальный лосьон который у нас служит для того чтобы чуть размягчить кожу продлить ее срок службы чтобы она у нас не трескалась я думаю многие замечали на кожаных сиденьях на боковых частях часто появляются трещины сначала появляются складки потом трещины она приходит негодность и нужно будет перешивать как раз таки с помощью специального кондиционера для кожи она она становится чуть мягче и служит дольше принципе ничего сложного все это делается у нас компания немножко пересяден для удобства потому что мы поднимаемся еще выше когда мы закончили всю работу с сиденьями со всей кожи которая имеется салоне нужно достать всю грязь из труднодоступных мест для чего тоже используйте специальные инструменты это различные кисточки деталерские щетки химия который которыми достается вся эта грязь на парпризе на центральной консоли кнопки на руле особенно тоже остаются там чистить частичкой кожи которые забиваются во все эти щели все это вычищаются и уже в конце мы перемещаемся на потолок он тоже у нас чистится зависимости от типа своего покрытия то есть допустим ткань можно почистить схеме и с моющими пылесосами но очень аккуратно потому что они у нас имеют основу которая может размокнуть при чистке тоже мы это делаем с заботой об этих всех элементах либо это будет например алькантары кто чистится специально своей химией специальными щетками чтобы не повредить элементы и полностью их очистить в принципе весь комплекс химчистки включает себя не только очистку салона но и забота об этих элементах чтобы их не повредить и они у нас прослужили еще дольше и еще один более глубокий подход к кузову автомобиля к его внешней составляющей это передние фары которые очень часто страдают у нас от из костра от каких-то сколов потому что они у нас находятся прямо вот на линии атаки так скажем при езде на автомобиле если вдруг имеются большие повреждения на фарах и полировка нас уже не спасает можно будет их полностью вышкурить например на этом mercedes чтобы выровнять идеально всю эту плоскость после этого мы их уже полируем и самое лучшее решение будет обыскала обязательно это оклейка их прозрачную полиуретановую пленку то есть они у нас приобретут идеальный внешний вид станут как новые и будут еще и защищены как раз таки тем самым полиуретанов следующим этапом детей линги идет забота и уход о элементах которые у нас находится в скрытых частях автомобиля то есть допустим подкапотное пространство и подвеска двигателя казалось бы зачем там мы зачем там поддерживать чистоту этого же никто не видит это видят только работники сервисов при ремонте автомобиля для обслуживания но я скажу нет потому что при езде на автомобиле у нас постоянно какие-то случаются высокие нагрузки на двигатель высокая температура перепады температур какие-либо реагенты могут попадать в подкапотное пространство на подвеску двигателя и со временем они могут разъедать все шланги и трубки резиновые соединения и так далее и это может пагубно сказываться на их работоспособности это очень важно и как раз таки для этого служит детейлинг всех этих элементов чтобы продлить их срок службы можете не переживать по поводу мойки подкапотного пространства что там что-то случится не так потому что в своей работе мы используем специальные составы диэлектрики для всех соединений штекеров электрических где у нас проходит электричество чтобы их не замкнуло специально сначала обрабатывается диэлектриком и потом уже начинается мойка подкапотного пространства и еще очень важный элемент то что мойки после мойки подкапотного пространства мы не оставляем все как есть а покрываем все это специальным консервантом к которому меньше липнет пыль и благодаря этому все элементы которые находятся у нас под капотом остаются на более долгое время чистыми то же самое касается и подвески там у нас особо нет электрических соединений поэтому диэлектрик там не используется а вот консервирование подвески очень нужно такие работы я рекомендую производить после каждой зимы потому что на дорогах постоянно снег прилипает туда грязь с реагентами снег с реагентами который может как раз таки как я говорил пагубно влиять на все патрубки и резину убираем все это после зимы и спокойно катаемся на вашем идеальном чистом автомобиле и так подведем итоги уход за кузовом автомобиля нанесение различных составов на окрашенное покрытие позволяет ему дольше прослужить своем первозданном виде уход за салоном автомобиля в первую очередь это забота о вашем здоровье потому что вы не будете дышать всей грязи которая там находится и тоже проливание срока службы элементов особенно кожи которая у нас имеется в салоне большинства автомобилей и третье это уход за местами которых у нас не видно подвеска двигатель тоже у нас продлевает их срок службы в общем дитейлинг это не просто наведение чистоты с максимальным подходом ко всем деталям а еще и продлевание срока службы всех элементов вашего автомобиля и как обычно обращайтесь нашу компанию про тюнинг в городе краснодар на улице российской 263 мы сделаем ваш автомобиль еще лучше и подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить новые видео всем приятность